Именно жители города решают, какие скверы и парки важно благоустраивать во Владивостоке в первую очередь. В разные годы за благоустройство сопки Орлиное гнездо и Бурачка проголосовало большинство владивостокцев. Состояние этих территорий проверили общественные наблюдатели. Конечно, жители, многие заинтересованы в том, чтобы облагораживались территории. И так как средства находит администрация города Владивостока на это, им надо пользоваться. Голосование объединяет нас, жителей, потому что мы все, каждый житель хочет комфортный город, красивый город, из которого не хочется уезжать. Нижнюю часть сопки Орлиное гнездо благоустроили в прошлом году. Здесь было важно сделать комфортное место с живописным видом для спокойного отдыха жителей Владивостока. Общественное пространство на Орлиной сопке много десятилетий уже является излюбленным местом наших туристов и горожан. И благодаря администрации города Владивостока, плюс при голосовании жителей за это общественное пространство, вот эту территорию привели в такой красивый вид. Работы оцениваны отлично, все настолько стало комфортно, доступно. Сопка-Бурачка – пример того, как с каждым годом после благоустройства здесь становится все больше посетителей. Если в 2021 году гости туда приходили более 120 тысяч раз, то в 2023 – 566 тысяч. Когда общественные наблюдатели впервые пришли на сопку, здесь была голая сопка и такая, знаете, деревянная телега, на которой поднимали грузы на сопку, чтобы сделать вот такое благородное дело по благоустройству сопки. И общественных наблюдателей тоже поднимали на этой телеге, если дорожка была каменная и идти по ней было сложно. И сейчас мы видим, что те жители, которые поначалу рядом, близлежащие дома, волновались, что здесь будет очень много людей и что им будет это мешать. Но что мы сейчас видим? Мы видим дороги с двух сторон, с ливневой, такой вот как бы ливневка проложена на дорогах. То есть здесь жителей не топит. Ну то есть детская площадка мы внизу видели, да, благоустроенная, красивая. И поэтому я думаю, что жители, все, кто будет голосовать за общественные пространства, будут получать вот такие виды, вот такое комфортное и безопасное прогулочное место. Сейчас жители Владивостока могут выбрать скверы, которые хотят благоустроить в 2025 году. Для этого нужно перейти на сайт 25.городсреда.ру и оставить свой голос. Диана Иванова, Новости на Восьмом.